Здравствуйте! В эфире программа Киногид и я и ведущий Валерий Бондаренко. Сегодня у нас юбилейная программа. Исполнилась 50 лет великой картине Лукина Висконте «Леопард». В 1963 году на Каннском фестивале «Леопард» получил золотую пальму и ветвь Каннского фестиваля. Восторг был единодушным. Он бывает таким не так уж и часто. И Висконте был счастлив. И вот 50 лет этого счастья, которое до нас может долететь, если мы дадим себе труд включить эту картину и посмотреть ее. Вот об этом мы с вами и будем говорить. Лукина Висконте – это человек-парадокс, конечно. Человек, созданный с противоречий. Ну, представьте себе, он принадлежит герцогскому роду, одному из самых старых в Италии. Герцоги Висконте правили Миланом, миланским герцогством, на протяжении столетий, несколько столетий. А было там много чудаков. Мне вот запомнился один из его предков, который создал замок, это, по-моему, в 12 веке. Замок для ста собак. Эти сто собак, к ним там относились, ну, как к аристократам. Их кормили, их выгуливали. Еще сто собак раздали жителям Милана, и они должны были ухаживать за этими собаками. Если собака погибала, то, конечно, смертная казнь. Вот не все Висконте были такими вот странными герцогами, как тот, о котором я рассказываю. Но фамилия – одна из старейших. Одна из старейших. И вот, с одной стороны, Висконте – один из самых старых аристократов. С другой стороны, коммунист, член коммунистической партии. С третьей стороны, не атеист, а человек верующий, что для коммуниста вот в ту эпоху было достаточно странным. И так же он и делал свои картины. Говорят, что его посещал какой-то такой странный задор тогда, когда он обозначал для себя проблему. Например, в фильме «Рука и его братья» там была сцена, где герой убивал свою любимую и наносил ей то ли 17, то ли 18 ножевых ран. И начали обсуждать, не многовато ли, и герою тяжело играть. Вот их надо вот все 17 раз ударить. И снимать это надо как-то определенным образом. Но когда Висконте понял, что 17 – это многовато, и что снять это трудно технически, он сразу потребовал 20 или 20 с чем-то. Вот такой характер человеческий был у него. И, конечно, Лукино Висконте – это человек, который был пленен вот этими страшными переменами в истории. Переменами, когда уходит аристократия, когда уходит семейственность, когда уходят некие старые ценности. А в отношении семьи и семейственности одна из его картин называется семейный портрет в интерьере. Он был человеком весьма-весьма патриархальным. Поэтому Висконте, как никто, знал, что если у него в эпизоде герои сидят за столом и кушают, он прекрасно знал, где должны находиться приборы. Как ели люди в 19 веке, как они ели в 20 веке. Когда он снимал «Леопард», а это была картина по знаменитому роману Томази де Лампедузе, роман, вошедший в такую мировую классику, он запретил использовать на съемочной площадке любые вещи старше 1860 года. Картина идет три часа. Три часа. Последняя треть фильма – это целый час. Это самая длинная финальная сцена в истории кино. Час идет финальная сцена. Из трех часов. Треть – это сцена Бала. Эта сцена Бала, она вошла во всех арестоматий. И вот там, на этой сцене Бала, ходили слухи, потому что дом князя Салины, которого играл Берт Ланкастер, выдающийся американский актер, он был наполнен розами. И говорят, что вот везли самолеты роз две недели на Сицилию, потому что там была жара, и все розовые кусты погибли. И вот эти вот самолеты, которые приземлялись, и выгружали розы, и заполняли вот эти интерьеры, а он снимал только в естественных интерьерах, лишь одну сцену, один эпизод, где князь Салина находится в своей обсерватории. Он человек не чуждый таких научных изысканий, у него есть свои собственные в картине отношения со звездами. Вот только здесь построили павильон. Все остальное абсолютно рукотворное. Если вы посмотрите фильмографию в Висконте, вы увидите, он поставил 66 спектаклей, больше 20 оперных спектаклей, и в титрах, и картин, и спектакли. Не только режиссер, автор сценария, автор Лукина Висконте, но и декоратор. То есть это человек, который чувствовал красоту старения, красоту исчезновения вещи. Это то, что в европейской культуре перестали чувствовать. Сейчас уже почти не чувствует никто. Недавно в Самаре был такой знаковый человек, второй половины 20 века, Рустам Хамдамов. И выступая здесь, в Самаре, он говорил о том, что на Висконте кончается какая-то часть мировой культуры, потому что никто уже не понимает, как работать с цветом и с предметом, как эти вещи соответствуют друг другу, и как они должны выглядеть на экране. То есть человек, выражаясь обычным языком, абсолютно не терпел фальши. Или, грубо говоря, лажа. Абсолютно. И вот «Леопард» – это была картина о том, как исчезает аристократия. Исчезает аристократия, появляется новая буржуазия. И эта буржуазия, конечно, несмотря на то, что аристократы страдали многими пороками, она ничуть не лучше, она значительно хуже. И вот для Висконте очень важно было передать некую атмосферу тлений. Но тлений невидимого. Это не значит, что везде лежат трупы, и они разлагаются. Это очень красивая картина. Ее снял великий оператор Джузеп Параттуна. А сама атмосфера, где за каждым человеком идут крестьяне. Пока это только крестьяне. А кто-то из этих крестьян однажды убьет кого-нибудь из аристократического рода Салина. И вот в каждом движении, в каждом нюансе взаимоотношений людей притаилась смерть. Она невидима, она как радиация. Люди могут восторгаться, они могут бегать, как в знаменитой сцене, по замку, догоняя друг другу, как героя Лена Делона и Клаудио Кардинале. Но при этом само пространство, оно напитано вот этими смертельными для большого количества людей переменами. Через всю картину проходит такая фраза. Нужно, чтобы все изменилось, для того, чтобы все осталось по-прежнему. И она интерпретируется по-разному в этой картине. Все должно измениться, все должно быть погибным. Но по сути, где-то в основании своем все останется по-прежнему. Так это или не так? Собственно говоря, вот это огромный вопрос, который и ставит Висконти. И так как он сам был представителем вот этого знаменитого аристократического рода, его интересовали большие люди, леопарды. И вот большие люди в стране шакалов. Когда человечество начинает мельчать, когда людей начинают одолевать самые низменные страсти, алчность, похоть. Вот такое вот желание просто причинить боль ближнему. И среди этого, если вы когда-нибудь видели Берта Ланкастера, его под два метра ростом, он невероятно красивый мужчина. Его после съемок фильма переозвучили, поскольку Висконти понимал, что даже у великого американского актера есть какой-то налет американизма. А речь-то идет об аристократическом сицилийском роде. И вот этот леопард, который перед смертью, ему уже давно, много лет, вот он провожает эту великую эпоху. Видя, как вот эти вот шакалы, эти нелюди заполняют пространство его любимой Сицилии и шире пространства Италии, и шире пространства всего мира. Неоднократно великие писатели, режиссеры и философы говорили, что есть что-то невероятно эстетически выразительное в том, как исчезают эпохи. Вот в самой концепции руин. Не в прямом смысле этого слова, а в метафорическом, когда мир начинает разлагаться на твоих глазах, исчезать. И должен оставаться последний свидетель. Вот в некотором смысле последний из Магиган, если воспользоваться названием знаменитого романа Фенемора Купера, потому что именно в нем, в его сознании, вот в этом последнем леопарде в истории человечества, и крах всего человечества-то и отразится. Если говорить с кематографической точки зрения, то Висконти снимал сцены длинные, целые эпизоды, они длились 300 метров. 300 метров умещала коробка пленки, которую мог использовать оператор. И появилась великая, и может быть первая до такой степени великая, киноопера. Киноопера, где, как Эйзенштейн говорил, он мечтал снять фильм о Пушкине, и говорил, что это будет опера без пения. И вот леопард – это такая опера без пения, невероятной, абсолютной красоты и абсолютного эстетического совершенства. 50 лет фильму, дай бог ему прожить еще хотя бы 50 лет. С вами была программа «Киногид». Я ее ведущий Валерий Бондаренко. Встретимся с вами через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok